Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на онлайн-конференции врачей больницы израильской онкологии Лисот. Сегодня в гостях у нас Сергей Байдо, специалист в области лапароскопической хирургии. Он ответит на вопросы, касающиеся современного малотравматичного оперативного лечения онкологических и неонкологических заболеваний. А также Андрей Саулов, клинический онколог, который проконсультирует как онколог и ответит на вопросы, касающиеся диагностики и лечения онкологических заболеваний, таких как рак легких, мелановых, рак желудка и другие. Первый вопрос мы получили от Регины. У меня была несколько лет назад операция по поводу рака кишечника. Вопрос к Сергею Байдо. Как удаляют части кишечника схема? Как сшивают? Что остается? Какие рекомендации по содержанию остатков кишечника? Это первый вопрос. И второй. Какое питание предпочтительно спорт? Компенсирует ли организм вырезанные участки? Если нет, то как же себе не навредить? Спасибо, Алина, за вопрос. Доброе утро, уважаемые зрители. Мне, конечно, схему в рамках этой передачи на пальцах передать достаточно сложно. И, конечно, тоже вопрос необходимо конкретизировать, потому что при разной патологии объемы удаления кишки, вернее части кишечника, у человека вообще-то один, но есть различные отделы. Тонкая кишка, толстая кишка. Толстая кишка имеет разные отделы в своем составе. Это восходящая ободочная кишка, поперечная ободочная, нисходящая, сигмовидная и прямая. И вот в зависимости от локализации опухоли, если мы говорим о злокачественных новообразованиях, то чаще всего это, конечно же, поражение толстой кишки. Поражение тонкой кишки – это казуистические, очень редкие случаи, и 99% всех поражений кишечника злокачественными образованиями – это как раз толстая кишка. К сожалению, бывают и такие ситуации, когда в большинстве случаев поражение толстой кишки – это какого-то одного отдела, или прямой, или сигмовидной, или нисходящей, или восходящей ободочной кишки, или поперечная ободочная. Но бывают такие заболевания, когда поражение или тотальное, или субтотальное. Хотя процент таких ситуаций – он менее 1% среди всех злокачественных заболеваний толстой кишки. Поэтому чаще всего речь идёт об удалении какой-то части толстой кишки. Если идёт удаление части толстой кишки, то по большому счёту никаких изменений в физиологии пищеварения не происходит, и каких-то специальных методов диеты, или послеоперационных методов ведения этих пациентов в плане компенсации потерь именно нутритивных, в них нет никакой необходимости. Потому что сохранение даже около трети толстой кишки позволяет человеку жить достаточно компенсированным по всем витаминам, минералам, электролитам и так далее. Тем не менее, в ряде случаев выполняются операции по так называемой тотальной или субтотальной коллектомии. То есть удаление всей или почти всей толстой кишки. Это обычно удел людей с семейным диффузным полипозом, что является облигантным предраком. Грубо говоря, переводя с медицинского на русский, это абсолютный предрак. То есть всегда диффузный семейный полипоз заканчивается трансформацией в раковый процесс в этих полипах в той или иной степени. И при такой ситуации необходимо делать тотальную коллектомию. Обязательно при этом, конечно же, меняется физиология пищеварения. Современные хирурги, ну и в чем основная проблема? Основная проблема, что толстая кишка, она всасывает воду из кишечного содержимого. В тонкой кишке оно более жидкое, в больших объемах. И вот удаление толстой кишки грозит такими диареями, практически иногда неукротимыми, там по 20-25 стулов в сутки происходит. И для того, чтобы вот эту ситуацию как-то, ну и соответственно, чтобы человек жил полноценной жизнью, нужно эти потери компенсировать. Соответственно, объем жидкости или кролитов, минералов нужно увеличивать в соответствии с этими потерями. Ну и сами понимаете, что качество жизни при 25 стульях не очень адекватное. Поэтому хирургами современными выполняются обычно пластики резервуаров из тонкой кишки. Когда выкраивается резервуар различный, ну стандартом в мире стал J-пауч, так называемый. Когда тонкая кишка складывается, ну рассекается вдоль, складывается вдвое, и перед пришиванием кануса как бы формируется резервуар. Суть которого задержать вот это жидкое содержимое, всосать частично воду, уменьшить количество стульев, ну то есть взять на себя функцию толстой кишки. И это позволяет снизить, получить более приемлемое качество жизни, получив 4-6 стульев в сутки. В совсем современных условиях все эти операции выполняются малоинвазивно, то есть мало травматично, с использованием современных лапароскопических или роботических технологий. Думаю, что так. Спасибо. Следующий вопрос написала Антонина. Ей сейчас 54 года, была удалена матка в 40 лет. Диагноз рак молочной железы в 52 года поставили. Вопрос. Необходимо ли удалять яичники при раке молочной железы, если матки нет, опухоль гормонозависимая, Т3Н1М0, после двух химий до операции? Сколько, не спрашиваю, мнения разделились, 50 на 50. И также вопрос. Нужно ли переходить с тамоксифена на ароматазу? Это вопрос к Андрею Саулову. Спасибо. Если решается вопрос об удалении яичников в физиологическом возрасте 52 года, то обосновано было бы определить уровень эстрадиола, лютеинизирующего, фолликулостимулирующего гормона. Если уровень этих гормонов соответствует референтным значениям менопаузы, то никакого смысла в удалении яичников, либо назначении так называемых LH-рэйч-органистов, это золодекс, дифирилин, уже никакого смысла в этом нет. Если доказана физиологическая менопауза, тогда для пациентки обоснован и оптимален перевод на ингибиторы ароматазы, то есть тамоксифен переводится пациентка либо на литрозул, либо на аромазин, потому что доказано преимущество эффективности ингибиторов ароматазы у пациенток менопаузального возраста в сравнении с тамоксифеном. Хотя тамоксифен тоже не является ошибкой в назначении. Если возможно, я бы еще дополнил бы еще одним важным моментом. В любом случае, мне кажется, в такой ситуации необходимо определить BRCA-мутацию, и если это BRCA-позитивный человек, то желательно сделать аварии эктомию как профилактику рака яичника. Спасибо. Следующий вопрос написала Наталья, даже несколько вопросов. Первый. У меня был рак молочной железы. В 2014 году 2АТ2НХМ0. Спектральная мастископия, 8 химий, 20 облучений, дифиралин 2 года, ЭВИСТА. У моей мамы был рак молочной железы, а через 18 лет рак яичников. В данный момент у меня в матке есть субсирозный узел 8 см, который иногда воспаляется. Его можно удалять лапароскопически вместе с маткой? Это первый вопрос. Мне 41 год. 41 год, это дальше. Еще вопросы? Да, там будет дальше, но я зачитаю по очереди, чтобы удобнее было. Ну, смотрите, если ставить вопрос об удалении узла, то есть так называемой органосберегающей операции, то тут нужно взвесить для себя вообще предполагается ли еще реализация репродуктивной функции. Потому что 41 год, это довольно пограничный возраст, не то чтобы сказать, что невозможно в этом возрасте забеременеть и родить, но шансы, тем не менее, уже не такие большие, как в популяции. Плюс растут различные риски патологии плода, включая синдром Дауна. После 35 лет это доказано у женщин и 45 у мужчин. Поэтому нужно взвесить, является ли эта операция органосберегающая с точки зрения необходимости реализации репродуктивной функции. Если задача сохранить матку в такой ситуации для последующей попытки забеременеть и родить, тогда можно ставить вопрос о консервативной миомектомии. Если же такая задача не стоит, лучше сделать тогда удаление матки без яичников, чтобы сохранилась функция эстрогенная, то есть гормональная и так далее. Опять же, после определения BRCA мутации генов, поскольку имеется семейный анамнез у матери связи рака яичников и молочной железы, если я правильно все услышал. В ином случае, в такой ситуации, тогда и сохранять яичники нельзя. Почему такой подход? На самом деле, операция по сохранению матки с удалением узла намного более опасна по послеоперационным осложнениям, по тяжести послеоперационного волевого синдрома и так далее. И на эти риски можно идти осознанно только если целью есть сохранение репродукции. Если такой цели нет, лучше тогда удалять полностью матку, поскольку это необязательный с точки зрения физиологии орган, поскольку он не участвует в ежедневном поддержании гомеостаза, это ни печень, ни почки, ни легкие, и удаление матки не сопровождается катастрофическими проблемами для женского организма. Спасибо. Следующий вопрос, вы уже в принципе ответили на них, вопрос, есть ли смысл в качестве профилактики удалять яичники и шеи куматки. И последний вопрос, это какие посредствия от такой операции, могут ли они оказаться на качестве жизни, отразиться на интимной жизни? И также не будет ли проблем с подъемом тяжести после восстановления от операции? У меня маленький ребенок. Исследования довольно объемные, при правильном выполнении вмешательства последствий каких-либо для организма быть не должно. То есть, если не повреждены мочеточники, мочевой пузырь, грубо говоря, нету ядрогенных осложнений, то удаление матки никак не повышает процент так называемых пролапсов, то есть выпадения внутренних органов, которые существуют в определенном проценте случаев у более зрелых женщин. Это происходит, и тут фактором риска больше являются множественные роды, крупный плод, длительные роды. Вот эти факторы больше влияют на опущение тазовых органов, чем операция гистеректомия. То есть связи между гистеректомией и количеством пролапсов в популяции ее найти не удалось по данным исследованиям. Поэтому удаление матки не должно повлиять. Что касается сексуальной жизни, то удаление матки не влияет на оргостическую функцию женщин. Следующий вопрос нам написала Марина Кучер. Добрый день, хочу задать вопрос. Прошло 4 года после операции. Рак молочной железы, секторальная, вторая стадия. Все обследования в норме. Могу ли я считать себя здоровой женщиной? И второй вопрос. Если можно, хотела бы еще уточнить, можно ли в такой ситуации заниматься спортом и каким лучше? Спасибо. Необходимо понимать рецепторный статус данного состояния, то есть опухоль гормонозависима или негормонозависима. Если это опухоль гормонозависима, то в течение 5 лет пациентка после комплексного лечения, это хирургия, это может быть химиотерапия, это может быть лучевая терапия, пациентка должна в течение 5 лет принимать антигормональное лечение. Потом пациентка уже снимается с какого-либо лечение и находится только под наблюдением, в общем-то, как и все эти годы после уже проведенного лечения. То есть раз в 3 месяца в течение первых 2 лет пациентка должна быть осмотрена онкологом, раз в 6 месяцев выполняется УЗИ молочных желез, раз в год выполняется маммография. И в зависимости от того, какой антигормональный препарат пациентка принимает, кратность осмотров гинеколога в течение года или 2 раза в год или 1 раз в год. Касательно того, что можно делать или что нельзя делать, какие виды спорта, какой образ жизни, обычный образ жизни, любые физические нагрузки в меру собственных сил и возможностей, если вы можете и есть у вас желание это делать. Прием, даже если пациентка принимает антигормональное лечение, на это никакого влияния иметь не будет. Следующий вопрос нам написала Регина. У меня вопрос. Если яичники выключены химиями, надо ли оставлять их и матку? Может лучше удалить, перестраховаться? Здесь нужно понимать, о чем идет речь. Это тот же вопрос, да? Нет, это отдельно нам прислали Регина. А исходное, да, какое исходное заболевание? Хорошо бы было уточнить, если речь идет о молочной железе, то нужно понимать, какой биологический возраст самой пациентки, какое лечение она получала и какое заболевание, в общем-то, лечилось на какой стадии. Сложно сказать. Сложно ответить на вопрос. Без, да, без уточнения. Не очень понятно. Хорошо, Регина, если вы нас слышите, мы ждем от вас информации в чате или на почту. Мы сможем вам ответить позже. Следующий вопрос от Натальи. У меня был рак молочной железы в 2014 году, 2А, Т2, НХ, НО, спектральная мастектомия. Написано спектрально. Так, 8 химий, 20 облучений, дифиролин, 2 года, эвиста. Была плановая проверка безжалоб. Кто-то рекомендует просто КТ, но мой врач рекомендует ПЭТ-КТ. Как правильно? ПЭТ-КТ как метод последующего контроля, либо скрининга, в принципе, он не рекомендован. Он не является облигатным методом исследования уже после операционного периода и в периоде после проведенного комплексного лечения. ПЭТ-КТ может иметь свое значение и свою нишу в тех случаях, когда решается вопрос о уточнении стадии болезни для понимания возможностей лечения, возможностей операции. Если пациентка себя абсолютно нормально чувствует и не имеет каких-либо жалоб или подозрительных состояний, по современным рекомендациям контроля за состоянием рака молочной железы после комплексного лечения, рекомендованы клинические осмотры врача-онколога, ультразвук молочных желез и маммография. Компьютерная томография выполняется только при наличии клинических показаний и не более. Если пациентка хочет, либо доктор наставит по каким-то иным причинам, в целом это не есть ошибка. Но ПЭТ-КТ как метод контроля, в принципе, он не рекомендован. Вопрос в чате уточняют, что это рак молочной железы, на который мы не смогли дать ответ. Нужно ли удалять матку от Регины? Регина, если можно Вас попросить, чтобы Вы указали стадию заболевания и свой биологический возраст. Спасибо. И следующий вопрос нам написала Анна. Можно ли лапароскопически удалить вместе с яичниками и матку? И что в этом случае еще удаляют? А также какие могут быть осложнения? Знаю, что матка поддерживает внутренние органы, и без нее может быть опущение внутренних органов. Что Вы посоветуете? У меня мутация и рекомендуют не затягиваться удалением. Также у меня вопрос, все ли мне удалять или нет. Потому что зачем оставлять матку и шейку? Это же потенциальные мишени. По поводу самого первого и простого вопроса, можно ли лапароскопически удалить и матку. Конечно, можно. На сегодняшний день практически лимитов в хирургии лапароскопической нет. С точки зрения всего, что есть в брюшной или в плевральной полости, все практически можно выполнять малоинвазивным эндоскопическим доступом. Только в случае с грудной клеткой это будет торакоскопия, в случае с животом это будет лапароскопия. По поводу того, удалять ли тело матки, шейки матки, тут мнение ученых разделяется. Есть две таких, условно можно назвать, школы гинекологии. Условно это американская, условно немецкая. И по сути дела все постсоветское пространство является наследником немецкой школы гинекологии. Так вот, в американской школе не существует такого понятия, как надлагалищная ампутация матки, то есть это сохранение шейки с удалением матки. Там раздельно с придатками. Практически во всех случаях удаляется полностью матка с яичниками, трубами и шейкой. В этом есть свой коммерческий подход в связи с особенностями страховой медицины в США и так далее. В Европе и на постсоветском пространстве существует, условно так можно сказать, медленное отрезание хвоста собаки. Допустимые объемы при здоровой матке и здоровой шейке матки, оставляя их и удаление только лишь яичников. Это более безопасная, более быстрая процедура, чем, естественно, удаление всего. Тем не менее, что в матке, что в шейке могут развиться самостоятельные заболевания. И, конечно же, удаление ее является профилактикой, в том числе и органов мишени, особенно, если речь идет о каких-то стимуляторах, как эндометрии больше к этому чувствительным. Для шейки матки все-таки вирусного природозаболевания, это совершенно различные патологии. Что касается того, что матка что-либо удерживает внутри брюшной полости, это, конечно же, полный миф. Матка сама держится на своих связках, и их, как я уже говорил за сегодняшний день, большее разрушение происходит при тяжелых или множественных родах. Само удаление матки никак не повышает процент тазовых пролапсов, то есть тазовых выпадений внутренних органов, которые, в принципе, в популяции у женщин старше 60 лет, это и так около 5-7% всех женщин сталкиваются в той или иной мере с пролапсами тазовых органов. Спасибо. Нам написала вопрос Ирина. Добрый день, Андрей. Хочу задать такой вопрос. После прохождения лечения есть ли какие-нибудь запреты, которые должны соблюдаться всю жизнь? Диагноз – рак шейки матки. Спасибо за ответ. В общем-то, каких-то запретов на всю жизнь такого, в принципе, нет. Если доказано, что на сегодняшний день у вас нет никаких признаков остаточной болезни, вы можете, в общем-то, делать все, что вам хочется, и вы можете ехать отдыхать на юг, вы можете посещать бани, сауны, что вам хочется. Добрый час. Спасибо. Следующий вопрос нам написала Нинель. Длинный вопрос, я его немножко разделю. Первое. У меня рак яичников третья стадия. Эндометриоидная форма с 2012 года. Было три операции. Первая в НИРе и химия там же. Вторая в Мюнхене в 2014 году. НИР химию предложил. Хотя потом шесть циклов в инновации. Авастин там же по привезенному из Мюнхена протоколу. Потом была 8 месяцев ремиссия. Рост маркера. По ПЭТ единственный узел. Врач в инновации посоветовал хирурга в НИРе для удаления этого узла. В сентябре 2016 удалили. Мнения по проведению УХТ разделились. Под контролем назначили гормональную терапию. Плюс калю аутовакцину в Ковецкого. И сама по себе строю тактику своего лечения. Как получается? Каково ваше мнение? Это первый вопрос. Если в сентябре, я так понял, что было удаление этого узла, А узел это что? Это лимфатический узел или это узловое образование в тазу? То есть после удаления какая-то химиотерапия была рекомендована или не была рекомендована? Какой был уровень маркера после уже оперативного этого вмешательства? Если сейчас пациентка получает вакцинотерапию, вакцинотерапия для таких состояний не является стандартным подходом. Это может иметь как вспомогательную функцию в этом всем. Но было бы оптимально для того, чтобы понимать действительное состояние заболевания на текущий момент, это определить уровень онкомаркера и сделать ту же самую ПЭТ-КТ, для того чтобы понимать не только биологическую активность болезни, но и наличие или отсутствие структурных изменений как в тазу, так и в организме. После этого можно будет уже понимать, какая дальнейшая тактика для вашего лечения или может быть наблюдения. Если операция была в сентябре прошлого года и до настоящего времени вы не получаете специальное лечение, то это вопрос, возобновлять ли его сейчас спустя больше чем полгода при неизвестном уровне маркеров сложно сказать. Оптимально это сделать уровень, определить уровень маркера СЕИ-125 и выполнить ПЭТ-КТ. После этого вас должен осмотреть врач-онкогинеколог либо клинический онколог и принять решение о дальнейшей тактике лечения. Следующий вопрос от Минель – это как наблюдаться в отсутствии своего клинического онколога? Как найти специалиста, который будет подходить к твоему лечению на протяжении многих лет комплексно? У меня получается, что я сама хожу по специалистам, слушаю их мнения, отдаюсь тому или другому в зависимости от ситуации. После последней операции хирург меня выпустил с чистой совестью, сейчас наблюдаюсь у химиотерапевта, которая мне понравилась. А если вдруг возможна операция, опять самой в путь искать? Такой вопрос. Тут легче мне, наверное, будет ответить на этот вопрос. Это как с замужеством, нужно в конце концов когда-то определиться. И если уровень доверия к докторам, которые вас наблюдают, высокий, вы удовлетворены всем опытом взаимодействия на протяжении предыдущих лет, то коней на переправе не меняют. Тем не менее, если у вас есть какие-то сомнения, необходимость получения второго мнения или получения гарантированной преемственности лечения, то без всякой ложной скромности и саморекламы скажу, что нужно обращаться к Андрею Викторовичу или к любым нашим клиническим онкологам в центре, в котором роль персонального врача будет иметь меньшее значение, потому что в клинике работают по мировым стандартам, с преемственностью лечения, независимо, ваш доктор будет в отпуске или уволится из компании, преемственность профессионалов будет приблизительно того же уровня, как те доктора, к которым вы первично придете на прием. Спасибо. Возвращаемся к вопросу от Регины. Она прислала уточнение. 42 года – это возраст на момент постановки диагноза. Сейчас 52 года. Диагноз – инфильтративная аденокарциома молочной железы, ПТ2Н2М0G3, операция АС4-таксол-4-герцептин-14, 25 лучей, 5 лет тамоксифен. И прочитаю вопрос повторно. У меня вопрос. Если яичники выключены химиями, надо ли оставлять их и матку? Может лучше удалить, перестраховаться? Если прошло все лечение, уже 10 лет назад была операция, то есть на 4, пускай 5 лет была гормонотерапия, то сейчас, вероятнее всего, уже нет необходимости по таким онкологическим, да, медицинским показаниям трогать яичники. Потому что менопауза, она уже существует длительное время. Если пациентка сама настаивает удалить матку и яичники, ну, такое решение должно быть, во-первых, взвешенным, во-вторых, оптимально, чтобы такое решение тоже принималось онкологическим консилиумом или вообще консилиумом врачей, потому что, по сути дела, речь идет об удалении здоровых органов, не пораженных опухолью, не имеющих, скажем, признаков вторичного его поражения. Поэтому медицинских показаний со стороны непосредственно рака молочной железы в удалении яичников и матки на сегодняшний момент при трипл-позитивной опухоли, вот из данных, которые вы представили, нет. Может, Сергей Викторович что-то дополни? Нет, абсолютно солидарен с Андреем Викторовичем. Наступное питание от онкопаціента, якому выделили шлунок. Какие нужно принимать поливитамины и как поддерживать организм после лекования? Может, еще что-то нужно принимать? Ну, если удалили шлунок полностью, а не частично, то, в принципе, что-то коррегировать нужно, знаете, только если есть какие-то клинические в этом проявления. То есть просто специальной профилактики на всякий случай ее как таковой не существует. Что может происходить при удалении шлунка? Может развиваться железодефицитная, так называемая, анемия, поскольку в желудке присутствует фактор КАСЛа, который позволяет расщеплять железо из неперевариваемого в перевариваемое. Если у пациента есть признаки анемии, что изучается по показателям клинических анализов крови и так далее, то в такой ситуации нужно коррегировать препаратами железа, которые лучше вводить в внутривенный формик, потому что пероральные, они будут так же не усваиваться, как и с пищей. Если же других нарушений нет, каких-то специальных там витаминов, так называемых, как бы, да, их нет и быть не может, никакие поливитаминные комплексы реально не работают, кроме как на мельницу фармпроизводителей. Я еще дополню Сергея Викторовича. Помимо железодефицитных анемий могут развиваться так называемые B12 дефицитные анемии. Опять же причина в том же факторе КАСЛа, который синтезируется клетками слизистой желудка. И задача этого фактора тоже всасывание витамина B12 в нижних отделах тонкой кишки. Если этого фактора нет, витамин B12 всасываться не может, и развиваются анемические состояния, абсолютно полностью излечимые, без каких-либо последствий, но протекает это в виде достаточно глубокой анемии, то есть низкого уровня гемоглобина. Количество эритроцитов может быть повышено, их размер увеличен, способность этих крупных эритроцитов к самораспаду в силу дефекта мембраны достаточно высокая. Такие анемии сопровождаются желтизной кожного покрова, иногда чувством онемения кончиков пальцев на руках и ногах, снижением не только уровня гемоглобина, но и лейкоцитов, тромбоцитов. Достаточно общего анализа крови для того, чтобы разобраться в природе этой анемии. Она может быть как железодефицитная, так и вот эта B12 дефицитная. Один всего-навсего анализ крови. Если есть сомнения, или даже не сомнения, а подозрения в отношении B12 дефицитной анемии, пациенту целесообразно выполнить биопсию костного мозга, либо астрональную пункцию. И после этого правомочно начинать лечение витамином B12. Существуют схемы. Обычный витамин B12 внутримышечно в течение курса. Потом дает доктор-гематолог рекомендации, как получать или не получать, поддерживающие это лечение витамином B12. И в принципе этого вполне достаточно. Никакие поливитаминные комплексы в общем-то погоды не сделают. Это связано с тем, что любой витамин это нестабильная субстанция. То есть при экстрагировании из какого-то растительного продукта витамин начинает расщепляться при повышении температуры. Какое процентное содержание витамина в таблетке поливитаминной сказать сложно, но очень небольшое. Поэтому если вы каждый день едите овощи, фрукты, вы получите намного больше витаминов, чем из любого поливитаминного комплекса. Добрый час вам. Наступное питание от Миколи. 55 лет, очень высокий назрест, почти 2 метра. Худей, жилистый, никогда нечем не хворил. Працював на будильнице храмов по всей Европе. Операцию сделала 10.03.17. Диагноз СА шлунку Т3-WWМО. Клінічная группа 2, аденокарцинома, сделала лишь операцию без химии и променения. Дякую. Я так понимаю, вопрос в том, если правильно решили не делать операцию, потому что нет уточнений. Чи можете прокомментировать? Я не очень понимаю вопрос. Вопрос в том, нужно ли делать химиотерапию, или нужно ли было делать операцию? Ну так, вопрос нет, возможно, будет уточнение, то че почекаемо. А прочтите еще раз вопрос. Так. Человека звати Микола, 55 років, в гарній фізичной форме. Так. Операцию сделала 10.03.2017. Диагноз СА шлунку Т3-WWМО. Клінічная группа 2, аденокарцинома, сделала лишь операцию без химии, та променения. Тобто, чи правильно сделали? Можливо, у вас есть какие-то комментарии? Наверное, Андрей Викторович дополнит меня, да? Я скажу, как хирург, в принципе, вот при раке желудка выше, чем Т2 стадия, или при подозрении на вовлеченность лимфоузлов, то есть так называемая Н-плюс стадия, на предоперационном стадировании требует так называемой переоперационной химиотерапии. Нужно сделать три курса химиотерапии до операции, дать человеку восстановить свои ростки крови в течение двух-трех недель и выполнить операцию. после операции послать все на гистологическое исследование, изучить это более точно, чем это может позволить себе компьютерная томография, эндо-ультразвук и так далее уже под микроскопом, полностью определить статус лимфатических узлов, глубину прорастания опухоли в желудочную стенку, и вот после стадирования принимать решение о необходимости после операционной химиотерапии. И если эта стадия все-таки Т3 остается или есть Н+, необходимо после операционной химиотерапии. Облучение на сегодняшний день для этой локализации применяется только в США, старый протокол Макдональд и то очень ограниченным количеством госпиталей. И я бы хотел немного дополнить, даже не дополнить, а уточнить, потому что из данных в вопросе непонятно, не указано, в каком объеме пациент был обследован до операции. И в любом случае химиотерапия при Т3 или Н+, как и сказал Сергей Викторович, она обязательно, потому что доказано, что это увеличивает выживаемость таких пациентов. И если у вас есть сомнения либо пожелания, вы можете обратиться в нашу клинику через колл-центр предоставить все документы с гистологическими препаратами. Это все надо будет анализировать и принимать решение о том, как дальше пациента вести. Спасибо. Следующий вопрос написала Оксана. Даже два вопроса. Стоит ли удалять яичники? Пока врач ничего не говорит, но я сама интересуюсь. Мне 48 лет. Диагноз квадрантектомия в 2013 году было два года гормонотерапии. Золадекс плюс тамоксифен. Последний колл тримесячный был в январе. Эндометрия 8 мм. Диагноз рак молочной железы СТ1 Т1 Н0 М0. Вопрос. Стоит ли на данном этапе делать какие-либо обследования кроме УЗИ и маммографии? Если да, то с какой целью? Ну и общий прогноз, если не сложно. Когда вам рекомендовали золадекс, золадекс является альтернативой хирургического удаления, лапароскопического удаления яичника в данной ситуации. Если сейчас после отмены золадекса у вас менструальная функция сохранена, тогда лапароскопическое удаление яичников в общем-то обосновано. Если менструальной функции уже нет, тогда действительно нужно определить уровень гормонов. Эстрадиол, лютонизирующий фолликулостимулирующий гормон. Если уровни этих гормонов находятся в референтных значениях менопаузы, тогда лапароскопическое удаление яичников в вашем случае является факультативной операцией, а не обязательной. Если все равно сохраняются хотя бы гормональные показатели в рамках пременопаузы, тогда можно рассматривать вопрос лапароскопического удаления яичников и продолжение антигормонального лечения таблетированного. То есть вы принимаете это максифен, после оперативного удаления яичников оптимально было бы перевести вас на препараты ингибиторы ароматазы. То есть их задача несколько иная. Они выключают секрецию, а синтез эстрогенов в тканях. То есть это жировая ткань, мышечная ткань, сосуды. У женщин в менопаузе в этом есть преимущество. Спасибо. Следующий вопрос от Владимира. Нам потрібна консультация у человека, якому 83 роки подозрюють рак. Рак товстого кишечника. Про хирургичное втрачание, пока мовы не ведут, рекомендуют променеву терапию в связи с веком. Призначили компьютерную томографию черевной пораженины и малого таза. Яка ваша думка? Дякую. Для четкого однозначного ответа, конечно, информации мало. Мы не понимаем, какой отдел кишки поражен. Можно предположить, раз, предложение о лучевой терапии, что это прямая кишка, поскольку облучение в других отделах толстого кишки не является не только стандартной, но и вообще предлагаемой в нормальных клиниках опцией. Поэтому будем исходить из здравого смысла и предположим, что это все-таки прямая кишка. Действительно, для полноценного стадирования пациенту положено выполнить фиброколоноскопию, выполнить фиброгастроскопию, компьютерную томографию грудной и брюшной полости, эндо- ультразвук, после чего необходимо выполнить при том, что если опухоль выше, чем Т2, то есть Т3 или Н+, то есть позитивные лимфоузлы, показано делать предоперационную лучевую терапию с химиосинситизацией. Если же это Т2 опухоль, то смысла в предоперационном облучении нет, нужно оперировать об фронт, то есть стартовать в принципе с хирургии. Если же у пациента есть какие-то проблемы врастания в кости таза и так далее, то есть ситуация местно неоперабельная, то в данной ситуации предлагается обычно паллиативная помощь в введении листомы, облучение в этой ситуации может рассматриваться тоже как паллиативная помощь. Хочу еще дополнить Сергею Викторовичу, то, что колоноскопия, она ведь не просто делается, чтобы понять, где расположена опухоль, как она закрывает, насколько она закрывает просвет кишки, но задача добыть материал, это то, что называется биопсия. Без понимания, с каким вариантом видом опухоли мы имеем дело, никаких, даже никакой речи о проведении специального противоопухолевого лечения быть не может, потому что в кишечнике существует несколько вариантов опухолей, каждый из которых лечится абсолютно разными подходами, схемами лечения и так дальше. Поэтому говорить о том, насколько пациенту вообще нужна или не нужна химиотерапия или лучевая терапия без знания гистологического варианта опухоли нельзя. Правильно это абсолютно. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос от Ирины. Скажите, пожалуйста, есть ли диагноз рак матки, обязательно ли нужна операция? Нужно ли такую операцию проводить лапароскопически и как долго нужно потом находиться в больнице? Я предположу под диагнозом рак матки это все-таки рак эндометрия, то есть рак тела матки по советской классификации. Если это так и стадия относительно начальная без врастания соседней органы и так далее, то без хирургического лечения в принципе не существует лечение рака эндометрия. Хирургическое лечение является стандартной стартовой опцией. В объем хирургического лечения должно входить удаление матки с придатками и шейкой и тазовых лимфатических лимфоузлов для последующего гистологического изучения, по которому уже определяются достаточно ли одной хирургии и можно ли дальше только предлагать наблюдение пациентки или нужно дополнять еще другими методами комбинированного лечения. Что касается того, можно ли это выполнять лапароскопически, да, конечно, в тех центрах, где есть соответствующее техническое и кадровое обеспечение, подобные операции выполняются лапароскопически. Если эта операция выполняется лапароскопически, стандартное пребывание это 2-3 суток после операции в стационаре, после чего человек уже в состоянии перемещаться в пространстве и период реабилитации в несколько раз короче, чем при обычной хирургии. Спасибо. Следующий вопрос от Оксаны. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, о чем свидетельствует повышенный адренокартикотропный гормон? Во-первых, надо понимать, зачем вы вообще его сдавали. Обычно люди не просто так не определяют уровень адренокартикотропного гормона. Если он повышен, значит, необходимо самое первое обратиться к врачу-эндокринологу. Адренокартикотропный гормон продуцируется передней долей гипофиза. И в каких состояниях он может быть повышен? Это опухолевое состояние непосредственно гипофиза, заболевания надпочечников, как вторичное повышение при опухолях различных локализаций, так называемое паранеопластическое повышение, эктопическая продукция, то есть не свойственная типичная локализация. Где-то есть участок, который продуцирует этот адренокартикотропный гормон. Дальше я не буду уже в эти дебри вас вводить. Необходимо с этим повышенным уровнем АКТГ обратиться к врачу-эндокринологу. Если будет необходимость в консультации онколога, то доктор-эндокринолог вам об этом скажет, либо уже назначит какое-то лечение. Спасибо. Уточняющий вопрос к Сергею Вайду от предыдущей слушательницы от Ирины. Какие могут быть последствия, не будут ли осложнений после такой операции? Это диагноз рак шейки матки, нужна ли операция? Шейки матки или эндометрия? Рак тела. Диагноз рак матки, обязательно ли нужна операция? Ну, операцию мы обсудили, что обязательно как бы по поводу того, будут ли осложнений в данном конкретном случае, ну, на самом деле никто на планете сказать не может. Индивидуальной шкалы или математического инструмента определения индивидуальных осложнений его не существует. В общих чертах можно сказать, что процент осложнений при подобной операции, он ниже уровня статистической погрешности, принятой в биологии, то есть ниже 5%. Поэтому шансы попасть в группу осложнений, они невысокие с точки зрения статистики. Тем не менее, риски самой болезни, если ее оставить без лечения, они, ну, абсолютно, как бы, все пациентки без лечения с раком эндометрия умирают от рака эндометрия, если их не собьет раньше машина, например. Поэтому тут, по-моему, ну, как бы, обсуждать особо нечего, как бы, да, это, конечно, не та ситуация, как в том советском фильме, резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита, вот, но тем не менее, как бы, чем в более ранней стадии проведено вмешательство, тем больше шансов у пациентки выздороветь окончательно от этой болезни и забыть о ее существовании. Еще один вопрос по этому же вопросу. Можно ли вылечить другими методами, кроме операции? На сегодня таких предложений на планете не существует. Спасибо. Следующий вопрос нам написала Катерина. Операция была в 2008 году мастектомия, рак молочной железы третья степень. Как часто нужно обследоваться, если прошло сколько лет? Последнее обследование проходило в 2016 году. Все было хорошо. Могу ли я считать себя здоровым человеком или все равно нужно продолжать обследоваться? Спасибо. Один раз в год вы должны делать маммографию. Не должны, вам это рекомендовано. Делать маммографию, делать ультразвук молочных желез, потому что чувствительность этих двух методов она не взаимоисключающая, а взаимодополняющая. один раз в год вас должен осматривать гинеколог и раз в 6-12 месяцев все равно вас должен осматривать врач-клинический онколог. Спустя такой срок после проведенного лечения выполнять компьютерную томографию в общем-то большого резона нет, если только вы сами этого не хотите. Почему так? Потому что если возникает не дай бог рецидив в молочной железе и более нигде, то рецидив в молочной железе можно вылечить. Поэтому и делается один раз в 6-12 месяцев регулярные контроли состояния молочных желез после оперативного лучевого лечения и химиотерапии. регулярность выполнения компьютерной томографии системной она совершенно не повышает возможность выявления отдаленного распространенного заболевания, которое вылечить уже в принципе невозможно. Поэтому акцент на сегодняшний день делается как раз на детальное исследование именно молочных желез. При таком сроке после проведенного лечения риск возврата болезни он минимален. Поэтому компьютерная томография только по вашим желаниям и не более. Спасибо. Нам сейчас пишет Галина Устинова. Добрый день. У мужа в настоящее время ему 57 лет. В 2014 году диагностирован рак предстательной железы в сентябре 2014 была проведена РПЕ. Через три месяца после операции начался рост ПСА. Лечение продолжали в режиме МАП. Был ответ в январе 2016 начался рост ПСА на фоне МАП. Я так понимаю, что она еще пишет свой вопрос. Можем что-то прокомментировать. Единственное то, что можно сказать на основании представленной информации, то, что рост ПСА, несмотря на проводимое лечение, методично этот маркер растет. Значит, лечение надо менять. Что оптимально? Оптимально приехать со всеми результатами на визит в клинику, с результатами послеоперационной гистологии, стеклоблоки. Необходимо понимать, какое состояние всех внутренних органов, в том числе костного скелета у пациента на сегодняшний день. То есть нужно понимать объем болезни сейчас фактически ему нужно сделать рестодирование и в зависимости от того, какие органы поражены либо не поражены, дальше будет зависеть и тактика лечения. Если у пациента нигде ничего не будет, ни в костном скелете, ни во внутренних органах, ни в лимфатических узлах, тогда может стать вопрос и о лучевой терапии на таз. А если болезнь вышла за пределы таза, значит, тогда уже будет приниматься решение о консервативных методах лечения без лучевой терапии на область таза. Это может быть ингибиторы андрогеновых рецепторов, это может быть химиотерапия, это может быть полная андрогенная блокада, потому что из данной информации не очень понятно. Я хотела бы вас перебить, пишет Галина дополнение, что при ОСЦГ обнаружены костные метастазы, провели лучевое лечение в сентябре 2016-го, в настоящее время предлагают ХТ, можно ли перед ХТ провести лечение препаратом кстанди или зитига, или их применяют только после ХТ, в настоящее время обнаружены множественные костные метастазы. Если у пациента на основании проведенной компьютерной томографии, то есть перед началом лечения, ему необходимо выполнить компьютерную томографию грудной полости, брюшной и таза. Если у пациента нигде не будет доказано наличие так называемых висцеральных метастазов, то есть будет отсутствие поражения печени, больших массов решенных узлов, лимфатических, легких, тогда либо к станди, либо зетига, то есть это действующие вещества энзолутамид и абиратирон, для пациента с изолированным поражением костного скелета такое лечение является приоритетным. Оценка уровня пса на фоне такого лечения обычно через пару месяцев. Если уровень пса снижается, лечение будет продолжено и далее без каких-либо уточняющих объемов исследования. Если лечение не работает, то есть пса растет, это биохимическая прогрессия, либо где-то по данным других исследований появляются новые очаги болезни, тогда лечение будет меняться на химиотерапию. Если изолированное поражение костей, то еще раз повторюсь, приоритетным лечением является либо абиратирон, либо энзолутамид. Бисфосфонаты это само собой, если у пациента есть поражение костного скелета, облучал, ну это палеотивная лучевая терапия, то есть тут может облучаться и костный скелет, если где-то есть большие очаги деструкции костей или боль, либо это область таза. Также она пишет в комментариях, ответа нам уже нет, таза за месяц устроился, МТС в мягких тканях не обнаружены. Тем более, то есть приоритетным лечением данной ситуации будет абиратирон с преднизолоном, это 1000 мг в сутки абиратирона или 160 мг энзолутамида. Абиратирон принимается в комбинации с метилпреднизолоном, суточная доза 10 мг, ежедневная оценка через 2 месяца пса. Написала спасибо. Следующий вопрос нам прислала Ольга. Рак малышной железы в 2012 году. Прошла полностью лечение, сейчас все нормально. У меня вопрос, связанный не непосредственно с болезнью. Можно ли мне изредка посещать парную, можно ли делать процедуры у косметолога, такие как мазотерапию, уколы для красоты, макияжи. Все-таки хочется оставаться красивой. Что вы думаете, нет ли противопоказаний? Никаких противопоказаний к тому, что вы хотите быть красивой абсолютно нет. В добрый час парную вы можете посещать столько, сколько вы хотите и для красоты делайте, что хотите. Будьте здоровы. Следующий вопрос от Андрея. Мой папа сейчас проходит обследование подозрения на рак желудка. Если подтвердится диагноз, можно ли непосредственно к вам попасть на консультацию по поводу операции? Я прочитала вас, что вы такие операции тоже без разрезов проводите. Папе 72 года, у него сахарный диабет. Возможно ли лапароскопия в его случае? Я так понимаю, что это вопрос к Сергею. Для того, чтобы понимать, нужно оперировать рак желудка или не нужно оперировать рак желудка, нужно прежде всего стадировать. Что входит в стандартное стадирование рака желудка? Обязательно необходимо выполнить эндоскопическое исследование пищевода и желудка, при котором взять биопсию и гистологически подтвердить эту вещь. Более того, необходимо выполнить компьютерную томографию грудной и брюшной полостей для того, чтобы оценить возможность отдаленного метастатического распространения. Более того, необходимо сделать эндоскопическую ультразвуковую диагностику, то есть есть специальные эндоскопы, которые в своем составе делают УЗИ и делают ультразвуковое исследование глубины инвазии опухоли в стенку желудка и так далее. Если при этом нету признаков, что болезнь метастатическая, нужно еще и сделать диагностическую лапароскопию сначала как стадирующую процедуру, как диагностическую, по которой оценить состояние внутри брюшной полости, взять перитониальные смывы, грубо говоря, жидкость брюшной полости и оценить, есть ли в ее составе опухолевые клетки. Потому что на сегодняшний день, зачем такое подробное обследование, сама по себе операция по удалению желудка, правильному в онкологии, она предполагает еще и Д2-диссекцию. Это объемное вмешательство, как бы довольно травматичное, и смысл в нем, если человек может поправиться. Если человек болен метастатическим раком желудка, на сегодня, к сожалению, на планете это неизлечимое заболевание. И выполнение операции плюс химиотерапия дает такую же продолжительность жизни, как и химиотерапия без хирургии в такой ситуации. Тогда операция не показана, поскольку сама по себе операция тоже отнимет жизни у какого-то процента пациентов, потому что нулевой летальности при этих объемах операции не существует. Кроме того, еще и процент осложнений есть, который испортит и так небольшое время, оставшееся у пациента, как бы своими пребыванием в больнице, борьбой с осложнениями и так далее. Если же нет метастатической болезни, то и болезнь выше, чем Т2 или Н+, то необходимо сделать предоперационную химиотерапию, а потом оперировать. И да, действительно, мы в таких ситуациях практически на 99% всех пациентов оперируем лапароскопическим доступом. Если же у пациента стадия заболевания ниже, чем Т2, ну и включая Т2, и нет поражения лимфатических узлов, то без химиотерапии можно пациента оперировать со старта. Спасибо. Длинный вопрос получили от Марии. У меня рак шейки матки. Первая линия химии была прокапана по клитоксел с карбопоатиной 6 курсов. Капали один раз в неделю и один раз в 3 недели авастин 5 раз. Сделали КТ, все было хорошо, поставили ремиссию. Это было в сентябре. Но в ноябре опять все заново. Сделали КТ и опять рост. После рецидива мне рекомендовали капать гемцитабин. Капаться я начала в Николаеве. Химиотерапевт Николаевской предложила мне капать гемцитабин с карбоплатиной. Первый раз откапали 1800 гемцитабина и 450 карбопластины и сразу началось кровотечение. Плюс слетели все показатели крови. Лейкоциты 0,2, тромбоциты 14, гемоглобин 80. Лежала в реанимации и там мне вливали тромбомассу. После этой химии почти в два раза уменьшилась на шее лимфоузлы и стало лучше. Когда поднялись показатели крови опять прокапали химию, но уже гемцитабин 200 и карбоплатин 150. Через два дня опять прокапали то же самое и через два дня опять. То есть три раза прокапали и каждый третий день. Потом кровь упала, а именно гемоглобин 80, а тромбоциты 60. Лейкоциты более или менее норма. Опять обнилили тромбомассу и потом опять капают химиотерапию в том же режиме мини-дозами. Сейчас уже три недели гемоглобин 75 и ничем не можем поднять. В паху увеличились лимфоузлы и усилились боли. Врач сказала, что не знает как решить вопрос с кровью, чтобы продолжать полноценно капать химию. Главный вопрос как капать химию и удерживать показатели крови, так как капать надо очень срочно. И здесь врачи этот вопрос решить не могут. И говорят, что переливание так часто делать нельзя. Спасибо за помощь. Уже то, что в паху появились лимфатические узлы на фоне проводимого лечения, значит лечение надо менять. Ожидаемая гематологическая токсичность, то есть все то, что вы имеете в анализах, низкий гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты, в общем-то эти два препарата, они способны вызывать достаточно глубокие снижения показателей крови. Касательно количества проводимых трансфузий, во-первых, если есть кровотечение, если есть вот такой глубокий уровень тромбоцитопении, то трансфузии тромбоконцентрата вам обоснованы на все 100%. При уровнях тромбоцитов выше и отсутствии кровотечений тромбоконцентрат или тромбомасса обычно не капаются. Да, есть работы, которые доказывают, что после 25 плюс-минус трансфузии тромбоконцентрата активность впоследствии снижается за счет выработки определенного уровня антител к тромбоцитам. Но это не является поводом дальше не вводить, потому что введение тромбоконцентрата или тромбомассы это введение по жизненным показаниям. Если так низко падают лейкоциты, то без сопровождения так называемой колонии стимулирующими факторами лучше такое лечение не проводить. Гемоглобин во всей этой истории имеет не самое главное значение, потому что эритроцитную массу можно влить, как говорится, всегда. Единственное то, что если это лечение вызывает такие критические снижения, тогда есть два момента. Первое, либо его редуцировать насколько возможно, что вам в общем-то и сделали, даже несмотря на выполненную редукцию доз препаратов, все равно показатели крови крайне низкие, шучревато инфекционными и такими геморрагическими осложнениями. Либо получить консультацию гематолога, специалиста по заболеваниям системы кроветворения с может быть даже выполнением биопсии костного мозга для исключения синхронно протекающих заболеваний так называемых апластических состояний костного мозга. Это шанс очень маленький, но не будет скажем так ошибкой или вредом для вас получить эту консультацию. Единственное то, что гемцитабин и карбоплатин, если в паху лимфатические узлы растут, то это лечение надо менять. То есть нужно делать полноценную компьютерную томографию, понимать объем бедствия на сегодняшний день. Из вашего вопроса непонятно, какое было. Было ли вообще хирургическое или лучевое лечение до начала первых шести циклов химиотерапии поклетоксел плюс авастин, что было раньше неизвестно. Если кровотечение из половых путей на фоне дефицита тромбоцитов, тогда могут быть опции, в том числе даже палеотивная лучевая терапия на зону кровотечения, либо может даже эмболизация маточных артерий. То есть тут нужно понимать, что было, какое оперативное лечение вообще было и проводилось ли оно. Но в целом думаю, что лечение здесь надо будет менять по двум причинам и по наличию паховых лимфоузлов и по поводу того, что токсичность лечения достаточно тяжелая. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос от Арины. Мне делали несколько лет назад лапароскопию из-за непроходимости труб. Считается, что беременность должна наступить в течение года, но беременность наступила через два года и закончилась выкидышем. Что мне делать? Посоветуйте, есть ли у меня шансы на нормальную беременность или нужна еще одна операция? Из этой скудной информации трудно сказать, опять же, однозначно или нет. То, что наступала беременность на фоне проблем с трубами, имеющейся в анамнезе, говорит о том, что трубно-перитониальный фактор, если имеет место, то он, во всяком случае, каким-то образом реализуется. По поводу выкидыша, он никак не может быть связан с трубно-перитониальным фактором. Это один из факторов только бесплодия, поэтому тут нужно коррегироваться все-таки со специалистами по репродукции и хорошими акушерами, что не является профилем нашей клиники и уже от этого дальше понимать, нужно или нет повторно делать лапароскопию по поводу маточных труб и так далее. На сегодняшний день проверить просто проходимость труб можно безоперационным методом, путем такой офисной даже гинекологии введения жидкости в полость матки и оценкой на ультразвуке попадает ли она в брюшную полость. Поэтому, собственно, для того, чтобы посмотреть на проходимость маточных труб лапароскопия не нужна. Но, тем не менее, существуют различные факторы интроперитониальные, кроме трубного для бесплодия, это может быть наружный генитальный эндометриоз, который, к сожалению, в малых формах выявить, кроме как на лапароскопии, невозможно. Поэтому нужно исключить вот эти все факторы с акушерами, что приводило к вашим выкидышам, как бы там могут быть различные моменты вы могли инфекцию перенести на том этапе. И, конечно же, возвращаться к диагностическому этапу вашей репродуктивной функции, поскольку прошедшие два года уже могли 10 раз изменить всю ситуацию, которая была на предыдущей первой операции. Вы могли переболеть новыми инфекциями, за это время могли случиться какие-то воспалительные изменения в кишечнике, в червеобразном отростке, в самих яичниках, которые могли изменить всю картину с ног на голову. Поэтому, если вы озабочены репродукцией, вам нужно продолжать эти усилия. И, в конце концов, если там есть трубно-перитониальный фактор, то, наверное, задумываться об экстракорпоральном оплодотворении. Спасибо. Спасибо. Вопрос от Лилии. Лилии 39 лет. Диагноз рак молочной железы гормонозависимый, фиш отрицательный. С 2019 года три секторальные резенции облучения два курса красной химии, один курс карба с токсикарами, удаление матки и придатков. Метастаз в печень убрали обуляции, ксилода три курса, метастаз в плевру с жидкостью, сделали плевродез с тальком, теперь уплотнение в пупок и в слюнной железе смешанное. Опухоль под вопросом. Жду результатом. Какие методы лечения возможны? А биопсию откуда сейчас брали? Из области пупка или из слюной железы? Слушательница не указывает. Здесь оптимально дождаться результаты этой гистологии. Если вдруг это будет доказано, возврат известной опухоли молочной железы, тогда на всем этом нужно делать, определять гормональную панель, эстрогеновая, прогестероновый рецепторы и снова харту, потому что опухоль в процессе своей эволюции имеет способность настолько мутировать, что все гормоны позитивные опухоли становятся гормононегативными, харту позитивными, харту негативные становятся харту позитивными, до тех пор, пока не будет ответа на вопрос, что сейчас, ответа на вопрос, как лечить вас в целом, не будет. Совершенно не факт, что вас стоит дальше лечить с включением гормональных средств. Если болезнь прогрессирует, то надо будет менять и химиотерапию, либо менять другое, не химиотерапевтическое лечение. Ведь вопрос не только в распространенности, а вопрос еще и в симптоматичности вашего состояния. нужно опять же понимать, какой объем обследования вот сейчас вы прошли, определялись ли уровни онкомаркеров и яичниковые, и маркер молочной железы, какие были раньше, что сейчас. Думаю, сейчас пока никто вам не ответит на вопрос, как вас лечить, до тех пор, пока не получат результаты гистологии. Лилия написала почему-то три раза железа слово, я так понимаю, что какое-то уточнение. Слюна и железа. Да. Слюна и железа. Ну, окей. В любом случае надо дожидаться гистологии, потому что если брали биопсию из слюной железы, значит и хирургам, и докторам, которые выявили какие-то изменения там ультразвук, может быть томографии, тоже мне понравилось наличие этого образования в железе и биопсия была обоснована. То есть давайте дождемся и тогда уже опираясь на результаты заключения уже понимать, как дальше быть, пока невозможно сказать. Следующий вопрос. Диагноз аденокарцинома прямой кишки 2011 год состояние после лабороскопической передней резекции прямой кишки ПТ0 Н1 1.32 М0 алгоритм лечения ксилода облучения операция Фолфокс и продолжение вопроса сейчас все хорошо йога и так далее вопрос какие предпочтения по питанию с учетом вырезанной зоны кишечника могут быть сырые овощи сыроедение или воздержаться мясо или другие овощи смотрите сейчас к счастью можно поздравить с таким предварительным финишем что все относительно хорошо кроме того что вы прошли через это перенесли химиотерапию и хирургию с точки зрения рекомендаций по диете этот участок кишки толстый который удаляется при опухолях прямой кишки он настолько незначим по своему участию в пищеварении по своей как бы относительному даже весу в длине пищеварительной трубки что никаких особых рекомендаций нет и быть не может единственное что чисто вот с житейских таких даже не врачебных позиций никому бы не рекомендовал сильно менять свои пищевые приоритеты то есть если человек всю жизнь там был вегетарианцем а потом начинает есть мясо как бы это неправильно его пищеварительные ферменты недостаточной готовности как бы воспринимать эти объемы он будет себя чувствовать плохо точно так же и в обратную сторону если говорить об общих рекомендациях то конечно количество клетчатки в рационе должно быть достаточное для того чтобы ну извините как бы со подробности ходили все таки ближе как уточка чем как козочка то есть плотный стул запоры все это не является факторами повышающими здоровье толстой кишки может способствовать формированию дивертикулов и дивертикулеза потом толстой кишки и так далее в общих чертах влияние ну различных диет собственно на онкопроцессы на сегодняшний день ни одного корректного исследования которое бы говорило что такое хорошо и что такое плохо их не существует на планете спасибо спасибо также вопрос от Виктории здравствуйте после операции и лучевой терапии номер 30 принимаю фористон но самое неприятное что от него у меня стабильно повышается температура до 37,5 онколог предложил щадящее применение два месяца пьют две недели перерыв а потом снова имеется ли такой опыт и не навредит ли это лечению спасибо ну никто не знает навредит или не навредит потому что в общем-то в рекомендациях написан ежедневный прием в течение пяти лет даже 5-10 но в течение пяти лет а что происходит в те две недели когда вы не пьете температура повышается точно так же или это все снижается информации нет если вот так вы переносите не очень хорошо субъективно этот препарат тогда может стать вопрос о смене этого препарата на что-то иное я не знаю что будет если вы будете месяц пить две недели не пить таких работ в принципе нет и все рекомендации требуют ежедневного приема этого препарата конечно если вы один-два дня забыли или не выпили по каким-то иным обстоятельствам ничего не будет но в таком режиме не знаю я не знаю следующий вопрос о дубайлы для Сергея после операции на яичнике получилась спайка труб с обеих сторон можно ли теперь сделать операцию лапароскопически и не будет ли осложнений ну уже не первый раз за сегодняшний день возникает вопрос про будет или не будет осложнений это однозначно ответить нельзя риск осложнений при лапароскопической операции по поводу небольших таких проблем как спаечный процесс трубный фактор и так далее он очень низкий на уровне промилле даже не на уровне процентов если конечно выполнять это вмешательство в что называется в хорошем центре с хорошим техническим и кадровым обеспечением что касается того можно ли помочь трубно-перитониальному фактору в плане реализации бесплодия ну ответ такой 50 на 50 потому что не все как бы спайки так называемые и не все проблемы с трубами они решаются чисто хирургическим путем но тем не менее стартуют обычно действительно с диагностической лапароскопией и попытки исправления проблем если речь идет о наружных так называемых спайках труб иногда бывают рубцы сращения внутри самой трубы это практически на сегодняшний день уже нигде в цивилизованном мире не подлежит коррекции в такой ситуации удаляют маточные трубы и делают экстракорпоральное оплодотворение просто исходя из того что эффективность ЭКО в данной ситуации выше чем эффективность всех манипуляций с такими пораженными рубцами трубами спасибо следующий вопрос тоже к вам от Юрия из Славянска добрый день у меня рак простат нужна операция но вес у меня больше 120 килограмм можно ли при таком весе сделать тело параскопически если да я бы к вам приехал на самом деле конечно тучные пациенты не добавляют радости никому из хирургов а тем более анестезиологов поскольку проведение операции имеет технические особенности свои сложности более высокие риски и так далее тем не менее если справнивать эти операции в открытом варианте у тучных пациентов как раз лапароскопия дает еще большие максимальные преимущества чем по сравнению с пациентами с обычным весом поскольку ну раневая поверхность гораздо больше при открытой хирургии у тучных пациентов все же жировые ткани на передней брюшной стенке они имеют более бедное кровоснабжение чем мышечные ткани и все остальные соответственно где более бедное кровоснабжение меньше устойчивость к инфекции больше вероятность нагноения и в такой ситуации иногда ну выписать пациента сложно не по причине первичной операции а по причине раневых осложнений то есть собственно этапа доступа а не самой операции поэтому да 120 килограмм это вполне подъемно мы оперируем подобных пациентов единственное что мы должны убедиться в необходимости именно операции как опции лечения в вашем случае потому что рак простаты как бы он на сегодняшний день требует хирургического лечения только вот достаточно в узком поле поэтому пожалуйста запись клиническому онкологу со всеми вашими имеющимися документами туморбор должен подтвердить мнение докторов которые вас обследовали там на месте что вам показаны хирургии а не например лучевая терапия или там антигормональная терапия спасибо спасибо следующий вопрос от Марины у мамы опухоль хвоста поджелудочной железы сейчас определяемся с выбором клиники для продолжения лечения подскажите проводят ли у вас операции на поджелудочной железе лапароскопически реально ли это спасибо ну мы проводим операции практически все по прошлому году 98,6 всех абдоминальных операций в нашей клинике выполнено лапароскопическим доступом и практически все локализации пищевод желудок печень поджелудочная железа выполняются лапароскопически если нету ну абсолютных противопоказаний к этому на сегодняшний день мы считаем абсолютными противопоказаниями это объемные опухоли там 2-3-5-16 килограмм которые ну просто малоинвазивными технологиями сложно даже ворочать в брюшной полости такими массами тканей инструментами 5-миллиметровой толщины все остальное практически как бы выполнимо если говорить о резекциях поджелудочной железы в лапароскопическом варианте то вот по мнению опинион лидеров европейских и азиатских то есть Южная Корея и Япония на сегодняшний день как раз только опухоли хвоста поджелудочной железы являются золотым стандартом для лапароскопии как бы потому что удаление головки там и поджелудочной железы и 12-перстной кишки так называемые операции Випля они на сегодняшний день не стали еще стандартом они выполняются только на уровне опинион лидер центров где есть очень высокий опыт как самих панкреатодоудональных резекций так и еще и большом опыте именно в лапароскопическом я хочу сказать что по той части железы в принципе на планете от силы 50 специалистов которые выполняют хорошо и с хорошим результатом резекции лапароскопических головки что касается хвоста это на сегодняшний день то что стало в Европе стандартом что рекомендуется для всех хирургических клиник которые занимаются онкологическими проблемами спасибо спасибо следующий вопрос от Маргарита у меня диагноз диффузной зопы вторая стадия лечусь у эндокринолога прочитала что это может перейти в рак щитовидной железы правда ли это нужно ли мне обследоваться так же у онколога если вы лечите диффузный токсический зоб у эндокринолога то вам будут контролировать уровень гормонов и отправлять вас периодически на ультразвуковые исследования щитовидной железы если каких-либо подозрительных узловых образований щитовидной железе не выявляется при регулярном осмотре и ультразвуковые характеристики одного или нескольких узловых образований в щитовидной железе не вызывают подозрения в отношении опухоли то обычно их никто не биоптирует хотя большинство узловых образований больше одного сантиметра в принципе потенциально кандидаты для биопсии биопсия выполняется так называемая тонкоугольная или пистолетом или хотя бы шприцом и исследуется цитология если доказано что клеточный набор не представляет субстрата онкологической болезни щитовидной железы то в общем-то вам к онкологу даже идти не нужно да если доказано что в пунктате щитовидной железы встречаются клетки злокачественной опухоли их там несколько вариантов наиболее часто это или папиллярная карцинома или фолликулярная карцинома тогда объем операции для таких пациентов он обязательно обязательно объем тотальная тиреоидоктомия то есть удаляется вся щитовидная железа и потом пациент отправляется на радиоиодтерапию потому что объем операции при неопухолевых узловых состояниях щитовидной железе и опухолях щитовидной железы абсолютно разный поэтому именно эндокринолог вам и скажет нужно ли вам получить консультацию онколога или нет при таких вот данных которые предоставили вы сейчас медицинских показаний для консультации онколога со стороны щитовидной железы нет но есть скрининги молочной железы есть колоноскопия есть скрининг легких то есть вы можете прийти к онкологу на консультацию для скажем так профосмотра в кавычках но щитовидная железа вот на основании представленных данных это не повод спасибо спасибо следующий вопрос нам написал Николай здравствуйте моей маме 72 года ей ставят диагноз рак правой почки нужна ли операция сколько дней нужно находиться в больнице и делают ли операции на почке лапароскопически ну информации достаточно мало но если есть опухоль почки если нету метастатического распространения как бы то действительно необходимо оперироваться другое дело что на сегодняшний день являются законными объемами как полное удаление почки так и роганосберегающие операции то есть резекция почки то есть удаление той части почки которая поражена опухолью при соблюдении определенных критериев чтобы понять соблюдаются ли эти критерии нужно видеть на компьютерной томографии размеры опухоли локализацию опухоли потому что если это даже сантиметровая опухоль расположена в воротах почки то там проходит питающую почку сосуды как бы удаление этой опухоли приведет к нежизнеспособности почки соответственно там будет решаться опция только нефректомии если же опухоли даже больше чем 4 сантиметра но растут по типу гриба то есть есть экстраренальный рост то есть не внутрь почки а наружу то и в такой ситуации резекция почки может рассматриваться как опция ну и до 4 сантиметров практически все локализации кроме центральной локализации почки как бы они подлежат резекционным технологиям с тем же онкологическим результатом как и полное удаление почки ну и ответ да естественно в опинион лидер центрах эти операции выполняются практически на 100% лапароскопически что и резекции почки что полное их удаление и в том числе и в нашем центре спасибо спасибо следующий вопрос от Виктора у папы асцит причина рака в брюшной полости делали три раза откачку жидкости а теперь сказали что больше нельзя какие и где есть прогрессивные методы лечения рак брюшной полости не очень понятно о чем идет речь потому что в брюшной полости масса органов которые потенциально могут давать асцит это и желудок и кишечник и поджелудочная железа и печень асцит вернее лапароцентез это фактически механическое извлечение жидкости из брюшной полости это ситуативная процедура потому что жидкость из замкнутых полостей с помощью мочегонных крайне плохо отвечает на них поэтому надо оттуда их эвакуировать эту жидкость механически если асцит обусловлен опухолевым состоянием значит надо лечить опухолевое состояние параллельно непонятно какой орган болен откуда пошло распространение на брюшину то есть лечить нужно химиотерапией либо химиотерапия в сочетании с так называемой биологической терапией если лечение будет работать то темпы накопления жидкости и объем эвакуации этой жидкости конечно будут уменьшаться вплоть до вообще туда не лазить какие опции есть для введения для введения таких пациентов существует еще так называемый хайпок это внутрибрюшинная высокотемпературная химиотерапия для этого нужно специальное оборудование выполняется это в центрах которые этим в общем-то занимаются но эта процедура не является скажем так основной в лечении данных состояний она может быть применена как вспомогательный метод лечения но это только при изолированном поражении брюшины спасибо следующий вопрос от Дины у моего папы рак пищевода вторая степень готовимся к операции я много читала на эту тему прочитала что можно даже провести операцию чтобы не было разреза на груди правда ли это жду ответ ну если в общих чертах то совсем без разрезов на груди практически так не бывает другое дело можно провести операцию без широкой торакотомии торакотомия это когда рассекается межреберье по ходу реберной дуги мышцы просекаются и открываются на большом протяжении грудная клетка иногда это открывается путем разрезания груди на сегодняшний день можно любые операции на пищеводе выполнять малоинвазивно то есть торако и лапароскопически потому что для этой операции нужно работать в двух полостях и в грудной и в брюшной полости поскольку пищевод расположен вообще в трех анатомических отделах на шее в грудной клетке и в животе небольшой участок пищевода все это возможно делать малоинвазивно при этом не то чтобы совсем отсутствуют разрезы но они минимизируются до 1-сантиметровых разрезов для рабочих инструментов и оптики и еще один 3-4-сантиметровый разрез для извлечения уже удаленного препарата ну читайте больного органа с опухолью это конечно более легко переносится пациентами в случае того если им показана резекция пищевода спасибо спасибо следующий вопрос от мая у меня рак шейки матки 2а2 стадия предложили операцию по удалению матки и шейки матки гистеректомия вопрос что еще удаляется и можно ли это сделать лапароскопически возраст пациентки указан 30 лет при такой стадии рака шейки матки необходимым объемом операции должна быть так называемая операция виргейма в варианте пивер 3 или радикальная гистеректомия при этом обязательным для удаления является тело матки шейка матки и верхняя треть влагалища около 2 сантиметров влагалища как бы с влагалищной манжеткой плюс все околошеечные клетчаточные пространства с лимфоузлами и тазовые лимфоузлы вот это то что необходимо при данной стадии болезни убрать что касается яичников то у молодой женщин репродуктивного возраста можно сохранить яичники но просто что скорее всего при такой стадии заболевания пациентки одной хирургии будет мало потребуется еще лучевая терапия и такие яичники чтобы сохранить нужно не только сохранить их питание но и переместить из таза в верхние отделы живота эта операция называется еще транспозиция яичников для того чтобы они не попали в зону последующего облучения при этом риск наличия метастаза шейки матки в яичнике он существует но он менее одного процента и собственно при адекватном контроле в последующем если такой метастаз микрометастаз в раке яичника начинает прогрессировать те пациентки несчастные попавшие в этот один процент подвергнутся еще повторной операции по удалению вот такого скомпрометированного яичника при адекватном понимании женщины что она готова сохранить яичники с этим риском однопроцентным его можно сохранять если же есть онкофобия не является ошибкой и удаление яичников в этой ситуации спасибо и естественно там вопрос был про лапароскопию возможно эту операцию выполнять лапароскопическим доступом спасибо спасибо следующий вопрос от Олеси мне 52 года часто боли внизу живота в пояснице и часто я позываю в туалет гинеколог ничего не находит кому мне еще обратиться очень боюсь рака общий вопрос да ну тут маловато данных для анализа и каких-то обоснованных выводов но если есть проблемы с дефекацией нужно исследовать ну и во-первых какой возраст 52 года ну во-первых пора на самом деле если вы никогда не проходили скрининг онкологический конечно провести скрининг это повод раз вас что-то беспокоит пройти скрининг который должен включать фиброгастроскопию фиброколоноскопию осмотр гинеколога должен также исключить у вас наличие пролапса задней стенки влагалища потому что при таких пролапсах тоже бывают банальные такие причины ухудшения дефекации ну и естественно как бы нужно сделать маммографию нужно сделать скрининг по раку легких исключив все эти вещи тогда уже можно задавать вопросы если нету проблем никаких в кишечнике и так далее то регулировать диетой как-то так хорошо спасибо следующий вопрос от Евгения мне нужно оперировать грыжу пищеводного отверстия мучаясь очень уже и голос осип и боли в груди может быть такую операцию можно сделать без разрезов заранее благодарю ну если действительно верифицирована грыжа пищеводного отверстия диафрагмы и существует рефлекс эзофагит это является показанием для хирургического лечения но для начала надо исключить все остальные проблемы более серьезные потому что осиплость голоса это такой тревожный немножко симптом не очень укладывающиеся в обычную клинику эзофагита хотя да бывает и да ответ все непременно это можно сделать и нужно делать лапароскопическим доступом потому что наверное мало где так сильно проявляется преимущество лапароскопии как не в грыжах пищевода поскольку сама по себе операция внутри живота она предельно минимально травматичная грубо говоря для коррекции грыжи нужно положить 3-4 шовчика на ножки диафрагмы и 2-3 шовчика на дно желудка для того чтобы изменить угол гисы и сделать невозможным заброс пищевого содержимого из желудка в пищевод но для того чтобы это сделать традиционным способом приходится делать очень широкую лапаротомию поскольку сам по себе пищевод и диафрагма она несколько выше края грудины в который упирается предел разреза брюшной стенки а вот эндоскопически 40 сантиметровыми инструментами оптика это делается через 4-5 сантиметровых проколов и пациенты обычно на 2-3 сутки покидают клинику спасибо Сергей мы можем вас отпускать спасибо вам за ваши ответы напомню что с нами был Сергей Байдо специалист в области лапароскопической хирургии спасибо спасибо вам спасибо Сергей Юрьевич и мы продолжим получать ваши вопросы так с нами остается Андрей Саулов клинический онколог и мы получили вопрос от Марины папа болен раком желудка есть метастазы в печени очень прошу посоветуйте какие есть средства от этого мы живем в маленьком городе куда нам лучше приехать в областной центр или же сразу в столицу что вы об этом думаете если есть поражение печени это болезнь распространенная значит при распространенной болезни лечение должно быть направлено на должно быть системным то есть оно не может быть направлено на один орган где пациенту лечиться вы должны сами выбрать единственное то что я могу сказать лечение должно проводиться в специализированных онкологических учреждениях то есть пациенту необходимо специальная химиотерапия может быть даже в комбинации с так называемой биологической терапией если у пациента есть на поверхности опухолевых клеток наличие молекулы Харту есть такое встречается у пятой части пациентов и к стандартной химиотерапии добавляется есть препарат герцептин это биологическое лечение которое увеличивает результативность и длительность всего проводимого лечения либо областной центр либо столица нужно понимать какая тяжесть состояния самого пациента если он вполне сам себя обслуживает мобилен он может приехать либо тем же поездом или машиной до столицы тогда он может получать лечение в том числе в больнице но важно чтобы он получал это лечение в специализированном онкологическом учреждении спасибо спасибо следующий вопрос мы получили от Валентины маме исполнилось 55 лет в январе ей удалили желудок но теперь у нее опухоль на брюшной части делали делали изначально сильную химию от нее ей стало очень плохо она не могла ходить промыли все и назначили щадящие уже 6 курсов а показатели не уменьшаются кушает как воробушек по 5 ложек а все равно постоянно рвет и сильные боли и мы пока не на трамале а пьет зал Диар тоже обезболивающие врач сказал что если сейчас делают УЗИ и обухоль не уменьшилась прекратят химию чем еще можно помочь дайте какой-то совет спасибо ну пациентка все равно получает трамадол хоть она не на трамале но в составе зал Диара входят трамадол и парацетамол если ей этого лечения не хватает то есть боли не купируются и фактически адекватного контроля болевого синдрома на фоне приема зал Диара нет то схему обезболивания нужно менять либо вводить новые препараты которые обладают другим механизмом действия либо увеличивать кратность приема либо переводить пациентку на более серьезные анальгетики если нет ответа на лечение лечение меняется то есть химиотерапия следующей линии вопрос в том что ожидаемая эффективность уже третьей линии она очень невелика если состояние пациентки позволяет ее лечить то есть она все-таки меньше чем 50% дневного времени активна она не находится в постели она сама себя обслуживает то это кандидат пациентка есть кандидат для проведения системного лечения пускай в сниженных дозах но это другое лечение если она большей частью лежит и ответа на химиотерапию нет то не очень гуманно дальше продолжать лечение в принципе на состояние которое никто уже не изменит это пациенты такого плана это пациенты для хосписа или для симптоматического ситуационного лечения спасибо сейчас мы получили вопрос от Алисы сейчас очень популярна йога для тех кто перенес рак молочной железы что вы об этом думаете как онколог нужно ли заниматься йогой после этой болезни и не навредят ли занятия не навредят абсолютно не навредят во первых йога это не просто гимнастика йога это дыхательная гимнастика это дыхательные практики больше не скажу потому что я йогой никогда не занимался но никакого вреда от этого не будет на здоровье замечательно следующий вопрос от Яны а мне 40 лет диагноз рак молочной железы вторая стадия операция была два года назад секторальная на фоне тамоксифена развелась дисплазия матки нужно ли менять препараты и переходить на ингибиторы почему почему-то мне их не назначен мой онколог как вы считаете ну если дисплазия скорее всего речь идет о шейке матки и тамоксифен туда не имеет никакого отношения то есть лечение дисплазии шейки матки должно проходить параллельно с тем лечением которое вы получаете у женщин в пременно-паузальном возрасте то есть у женщин менструирующих тамоксифен имеет эта терапия в общем-то основная антигормональная у женщин в пременно-паузе поэтому доктор вам и не назначил ингибиторы ароматазы это не является для вас основным лечением а дисплазия или нечто иное это могут сказать уже только гинекологи после гистологического исследования участка да и тамоксифен если пациентка его принимает она этот препарат оказывает воздействие на толщину эндометрия но не на эпителии шейки матки поэтому лечение дисплазии надо проходить параллельно роман роман строгий задал нам вопрос скрыть пожалуйста какое есть лечение для опухоли печени если удалится часть печени а потом как жить может ли она сама восстановиться надо понимать с каким вариантом заболевания мы имеем дело в печени могут быть и первичные как первичные заболевания непосредственно из печеночных клеток так и из желчных путей какая стадия какой гистологический вариант лечение может быть и хирургическое лечение может быть и сочетанное хирургическое и химиотерапия и лучевая терапия и таргетная терапия и лечение микросферами и радиоизотопное лечение то есть надо понимать с чем мы имеем дело потому что так сложно сказать если для первичной опухоли печени так называемая гепатоцеллюлярная карцинома если она технически операбельна то выполняется оперативное лечение вплоть до трансплантации печени если таковая показана либо таргетная терапия если ситуация неоперабельная жить после операции если удаляется одна доля печени жизнь продолжается вам будут даны диетические рекомендации и не более и будете наблюдаться спасибо следующий вопрос у Токсаны Погородней стоит ли удалять яичники при гормональном раке молочной железы 48 лет надо понимать стадию болезни когда была операция есть Т1 М0 стадия первая умеренно дифференцированная протоковая керцинома люминарного типа HER2 негативная лечение квадратектомия два года назад два года азоладекса тамоксифина сейчас только тамоксифен эндометрий сейчас 8 миллиметров если менструации нет то не нужно уже удалять яичники потому что пациентка может находиться в физиологической менопаузе в физиологической опять же даже при Т1 и 0 и 0 отсутствие факторов риска высокого возврата болезней для пациентов без высокого фактора риска авария актомия лапароскопическая в целом не рекомендуется если уровень эстрадиола лютонизирующего фолликулостимулирующего гормона пока еще находится в фазе в референтных нормах типичных для премиона паузы может рассматриваться вопрос как вариант удаления лапароскопическое удаление яичников но это не обязательно рекомендация а лечение антигормональное все равно вы будете продолжать это невзирая на то удалят яичники или не удалят но при такой стадии не является обязательным удаление яичников Т1Н0Н0 и вопрос от Романа расскажите пожалуйста что такое таргентная терапия и как она может мне помочь Роман задавал вопрос перед этим о лечении опухоли печени Таргетная терапия это терапия которая воздействует только на одно какое-то либо на мутированный ген либо на одно звено в каскаде обмена веществ опухолевых клеток от слова английского слова target это цель мишень то есть если речь идет о гепатоцеллюлярной карциноме так называемый первичный рак печени тогда для неоперабельных распространенных формах гепатоцеллюлярной карциномы первая линия лечения как раз и является таргетная терапия препарат сорафениб это ингибиторы фермента тирозинкиназы то есть лечение работает точно так же даже можно сказать и лучше чем стандартная химиотерапия просто для гепатоцеллюлярного гепатоцеллюлярной карциномы химиотерапии в принципе как таковой нет то есть на сегодняшний день оптимальным лечением является как раз таргетная терапия если это не хирургическое лечение опциями также может быть применение микросфер с лютецием но этого в Украине нет этим занимаются только специализированные центры лечения открытыми изотопами это Европа это Израиль это Америка в Украине пока такого нет я думаю вы уже ответили на предыдущий вопрос Романа делается ли таргетная терапия в вашей больнице Таргетная терапия в нашей клинике проводится но это таблетированное лечение и находиться все это время в больнице абсолютно не нужно пациенты принимают это лечение дома и периодически с определенной периодичностью являются на визиты в клинику для проведения промежуточных обследований и оценки проводимого эффективности проводимого лечения прежде чем начинать такое лечение необходимо обязательно быть уверенным в том что оно вам действительно показано это первое второе нет ли каких-то иных вариантов лечения более приоритетных в вашем случае третье надо понимать четко гистологический вариант стадию болезни какой объем обследования вы перед этим проходили какой уровень онкомаркеров был до этого до начала лечения потому что если это опухоль исходящая из желчевыводящих протоков пускай даже внутри печеночных так называемая холангиокарцинома то терапия первой линии там совершенно не является таргетная терапия там является химиотерапия назначу вам не на тот гистологический вариант таргетную терапию эффекта будет ноль наоборот будет только прогрессия может быть какие-то сдвиги будут но это клинические исследования в настоящее время в клинике не проводятся клинические исследования по лечению первичных опухолей печени или желчевыводящих протоков спасибо андрей спасибо следующий вопрос от жанны поставили в феврале диагноз рак кишечника т4 н1 м0 третья бастадия на момент операции другие органы были чистыми какой прогноз чего ожидать прохожу химиотерапию есть ли надежда на выздоровление химиотерапия при т4 н1 обязательно на сегодняшний день рекомендуется химиотерапия либо фолфокс либо кселокс стандартами является фолфокс кселокс является альтернативным вариантом ничуть не хуже в течение 6 месяцев дается 12 циклов химиотерапии с интервалом каждые 2 недели после этого пациентка должна каждые 3 месяца сдавать уровень маркера СССР канцер-эмбриональный антиген да один раз в год должна выполнять колоноскопию компьютерная томография обычно это в 6-12 месяцев грудная брюшная таз выполняется по показаниям и регулярные осмотры то есть заболевание достаточно местно оно распространенное то есть Т4 это значит что опухоль вышла за пределы кишки и скорее всего врастает в какие-то окружающие анатомические структуры поэтому лечить вас нужно достаточно серьезно и как говорится по полной и регулярно наблюдать конечно шансы на то что болезнь в принципе когда-то может вернуться они есть никто это не будет от вас скрывать именно поэтому вам надо будет после окончания лечения регулярно наблюдаться дабы вовремя диагностировать возврат болезни он может быть как операбельный так и нет если операбельный то хороший шанс это исправить в том числе хирургически поэтому если вы начали лечение вам его надо обязательно пройти ни в коем случае не прерывать наберитесь терпения лечение совсем не сахар но оно того стоит благодарим нашего гостя Андрея Саулова клинического онколога больницы израильской онкологии лицо за его ответы и участие в данной конференции также напомним что сегодня с нами был также Сергей Байдо специалист в области лапароскопической хирургии вот время нашей конференции вышло до новых встреч спасибо вам спасибо 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 Субтитры